Ну, вопрос остается все тем же, с какими итогами подходит отрасль, завершает отрасль 2022 год и чего нам ждать дальше. Ну, если брать всю отрасль животноводства и производства мяса, то год был одним из наиболее удачных за последнее время. Прежде всего, это связано с тем, что вступали в строй, выходили на полную мощность объекты свиноводческие, где у нас очень серьезная прибавка, почти 8% в промышленном секторе свиноводства. Конечно, это тоже стало возможно благодаря тому, что ситуация с эпизаотией, с африканской чумой свиней была пусть и не совсем такая идеальная, как бы хотелось, но, по крайней мере, она была гораздо лучше, чем в прошлом году и в позапрошлом. То есть количество очагов было ровно в два раза меньше и не было таких сверх крупных заносов на индустриальные свинокомплексы. Также восстановилось птицеводство после тяжелого в отношении птичевого гриппа 2021 года. Безусловно, были и здесь очаги, но, опять-таки, к счастью, не очень много было вспышек, намного меньше, чем в ряде других стран, которые пострадали просто катастрофически. Поэтому птицы тоже прибавляют и в том числе благодаря индейке. Там у нас прирост не менее 5% будет и Россия стала сохранять за собой пока третье место в мире по объему производства индейки. Ну, а в целом по птицам и пятые в мире, по свинине пятые в мире. По говядине ситуация достаточно стабильная, то есть никаких грандиозных успехов мы не ожидали. Отрасль сложная, связанная с тем, что у нас все-таки 80% поголовья – это молочный скот, а там идут очень интересные процессы структурной модернизации, когда мы получаем больше молока при меньшем количестве голов. Плюс сокращается поголовье в личных подсобных хозяйствах очень быстрыми темпами. А на него еще недавно приходилось более 50%, сейчас уже меньше 40%, но это связано с тем, что 21 век на селе появляются возможности работать в нормальных современных компаниях, на интересных должностях, выполнять интересную уже работу, и зарплаты растут. Держать корову молодежь уже хочет все меньше и меньше – это тяжелый труд. Но мясное скотоводство продолжало развиваться, и, собственно, вот развитие и увеличение поголовья скота мясного направления компенсирует во многом снижение молочного поголовья. Я думаю, что по итогам года у нас будет небольшое совсем снижение, но не принципиальное. Напомню, что предыдущие 7 лет, 6 лет, Россия была одной из тех немногих стран, где каждый год был небольшой, но плюс в производстве говядин. Но этот год более сложный во всех отношениях, потому что доходы населения, к большому сожалению, не растут. Говядина априори мясо более дорогое, требующее больших усилий для производства, большего времени, больших инвестиций, чем другие отрасли. И понятно, что население выбирает то, что более экономически доступно. Но процесс снижения потребления говядины, ну, прежде всего, доли говядины в общем корзине мясной, да и в килограммах, он такой общемировой. Потому что птица в разы доступнее, чем красное мясо. Свинина у нас в этом году дешевле, чем в прошлом году, включая потребительские цены. И индейка. Индейка становится также одним из видов мяса, которые составляют дополнительную конкуренцию говядине. То есть все белки между собой взаимосвязаны. А мы, как покупатели, смотрим, сколько у нас денежек в кармане, что доступно физически, экономически. Но по-прежнему все-таки в целом потребление говядины в России не низкое. Например, вот в мире, по нашим подсчетам, потребление на человека в год там порядка 8,5 килограммов. А в России у нас в прошлом году было 14. Ну и в этом будет чуть-чуть меньше, там, я не знаю, 13,8. Вот так. Поэтому это, в принципе, неплохой объем потребления. И это выше, чем в Китае. Это выше, чем в ряде стран Восточной Европы. Также важно отметить, что в производстве баранины происходят очень интересные изменения. Это, прежде всего, структурная модернизация. Вот приход крупных инвесторов, которые увидели потенциал баранины как внутри страны, так и на внешних рынках, приводит к тому, что мы модернизируем технологически убойные предприятия для того, чтобы получать аттестации для экспорта и иметь возможность работать с современной розницей федеральной и региональной. А эти предприятия по убою, разделке, упаковке уже диктуют фактически определенные правила работы на рынке тем, кто является владельцем скота. Поэтому здесь постепенно будет и обеление рынка, потому что этот рынок обычно в серой зоне находился всегда. И плюс будет такая технологическая и структурная модернизация. Очень хороший процесс. Также мы в этом году, да, в целом мы увеличим производство мяса на 3,5% примерно. Выйдем на рекорд порядка 11,5 миллионов тонн в убойном весе. Но этот рекорд будет обеспечен за счет свинины и птицы, да? Да, совершенно верно, совершенно верно. У нас также, я надеюсь, будут рекорды по экспорту. Он вообще у нас очень быстрыми темпами рос в начале года. Но, к сожалению, вот этот стабильный крепкий рубль играет против экспортеров, потому что мы начинаем проигрывать в конкуренции другим странам-поставщикам, чьи валюты девальвировались, и темпы прироста снизили к концу года, к сожалению. Ну, например, по говядине мы ожидали прирост экспорта 30%, а Россия пусть маленький, но экспортер. Мы думали, что тысяч 40 тонн вывезем. Не бог видишь что, но в деньгах это прилично. Это там, учитывая то, что мы его возим, это почти 200 миллионов долларов. Но сейчас я уже вижу, что максимум цифра будет где-нибудь 33 тысячи. Ну, если вдруг счастье случится, 35. К сожалению. Но у нас птица хорошо выстрелила, потому что цены на бройлера во многих странах мира, куда мы поставляем, выросли значительно. Вообще цены на мясо в разных странах мира выросли на 20-60%. То, что растет себестоимость, болезни животных и много-много других причин. Ну, и зерно, наверное, в других странах дороже стоит, чем у нас. Конечно, себестоимость. Да, у них зерно по мировой цене. Подорожали энергоносители, безусловно. Тот же самый газ, электричество. Это все влияет. Так что, да, здесь, собственно, наш экспорт и поддерживается в том числе сравнительно невысокой себестоимости. Она снизилась в этом году. Прежде всего, для бройлера, для индейки и для свинины. Так что это нам помогло поддержать нормальные объемы. Общая стоимость мясного экспорта, мяса и мясопродуктов в этом году, я очень надеюсь, вот осталось еще пару недель до конца года. Может быть, добьемся того, чтобы мы вывезли на полтора миллиарда долларов в десятки стран. И география постоянно расширяется. Мы стараемся сегодня диверсифицировать наш экспорт, потому что, к сожалению, в большом, вот такой однобойки, например, половина мяса птицы, ну, в основном там лапки, хотя есть и части, идет в Китай. Половина свинины идет во Вьетнам. 80% охлажденной говядины для ресторанов идет в Саудовскую Аравию. Это очень опасно. Если, предположим, будут какие-то нарушения в нормальном коде торговли, то мы остаемся с мясом здесь, давление на рынок, цены падают, и ничего хорошего нет. Это, наверное, как произошло со свининой в этом году. Вот глава Национального союза свиноводов говорил, что Вьетнам закупки сократил, и все, экспорт существенно снизился. Все верно. Во Вьетнаме цены упали, плюс Китай восстановил свои производства, там рядом все. И уже существенные падения объема. Ну, скажем так, не катастрофичные, но, конечно, мы рассчитывали на иной результат, учитывая дополнительные объемы, которые вышли на рынок. Поэтому задача будущего года – это все-таки нарастить экспорт как можно больше свинины, потому что по прогнозам союза свиноводов, вы его слышали, у нас опять прирост может быть 250-300 тысяч тонн. А у нас уже высокое потребление свинины, поэтому потенциал внутреннего рынка крайне ограничен. Но это вот такие итоги года. Если только свинина не будет с говядиной конкурировать, потому что может сократиться потребление говядины в пользу свинины. Ну, немножко это будет происходить, но это и так происходит, правильно вы сделали такое замечание. Но это идет и в отношении индейки. Индейка становится одним из главных таких бенефициаров снижения потребления говядины, потому что где-то индейка уже стала дешевле говядины, но при этом ее потребительские свойства, вот это ощущение, что это более премиальное мясо, оно уже существует. Плюс еще наше представление о том, что индейка более здоровое мясо, хотя ничего не здорового, там и бройлер есть, его правильно выращивать, и свинины тоже нет. Ну, наше потребление тоже показывает рекорд в этом году, почти 78 килограммов на человек в год, и это во многом благодаря тому, что была реализована обширная, масштабная, многомиллиардная. Там, ну, цифры, может быть, нам в следующем году объявят, мы там считаем, может быть, порядка до 800 миллиардов рублей население получило в виде различных видов поддержки социальной, адресная поддержка семей, инвалидов, бюджетники, индексация военнослужащим, индексация пенсионерам и так, и другим социальным группам. И так как адресность становится все более четкой, то есть все больше людей получают эти деньги именно с низкими доходами, они все подряд. Разумеется, большая часть этих средств идет на продукты питания. А я бы хотел напомнить, что в корзине потребления на мясо приходится 9%. То есть с каждых 100 миллиардов, которые население получает, мы рассчитываем, что до 10 миллиардов идет на мясо. Так что год в целом хороший. Безусловно, я не хочу много рассказывать про те сложности и проблемы, которые мы решали, как мы решали. Не надо, чтобы все знали. Решали. Результат говорит сам за себя. Но они остаются и, безусловно, диалог с правительством, с Минсельхозом, с Россельхознадзором, с другими федеральными ведомствами для того, чтобы буквально иногда в ручном режиме и буквально круглосуточно какие-то острые, сложные проблемы решать. Этот диалог идет, и без него, я думаю, мы бы не достигли тех результатов, о которых я говорю. Ну, скажите, пожалуйста, вот с ваших, так сказать, высот. У вас вся страна как на ладони лежит. Есть ли смысл... Да, но есть ли смысл сельхозпроизводителям, и в частности сельхозпроизводителям Юга России, заниматься говядиной именно, мясным животноводством, откормом КРС. Это эффективно или нет? Потому что есть хозяйства, которые попробовали, сказали, рентабельность не очень высокая, большие затраты. Да. Все-таки перспективно ли это? Очень хороший и очень сложный вопрос. Я не могу и не хочу сегодня давать советы заниматься этой отраслью или этим направлением, или нет. В каждом конкретном случае там много-много нюансов, которые нужно принимать во внимание. Ну, один из них, как ни странно, стоимость земли, то есть цена земли. Заниматься мясным скотоводством на дорогой земле – дело бесперспективное. всегда занимаются там, где земля дешевая. Потому что, как вы правильно сказали, рентабельность там, как правило, невысокая. Бывают годы, когда она, а не один, бывает и подряд, отрицательная. И факторов, влияющих на экономические показатели, их, вот я не без привлечения скажу, знаю изнутри, ВОЗ и маленькая тележка. Да, у нас действительно доля мясного и поместного скота в России за последние 10 лет выросла с 2% от всего поголовья до более чем 20%. Но, к большому сожалению, это в основном произошло благодаря буквально, ну там, одному-двум крупным проектам, которые тянули на себе, как двугорбые берблюды, всю эту тяжелую историю. У них была возможность в течение всех этих лет, в том числе лет крайне сложных, финансировать развитие за счет доходов, получаемых от других направлений. Ну, окупаемости, и здесь я должен быть искренним, да, у нас сегодня в местном скотоводстве, ну, не менее 12 лет, если так уж серьезно. И проблема в том, что вы сегодня можете получить или положить деньги просто в банк на депозиты, получать 9-10%, ничего не делая. А здесь надо пахать, очень много пахать, много рисков. И плюс еще, конечно, мы понимаем, что есть такие ограничения экономического характера. Мы пока не видим, чтобы население увеличивало в перспективе наше население потребление говядины. Плюс говядина сегодня находится под определенным прессом снижающихся цен на бролер, свинину и индейку. Она конкурирует с ними. Да, у нас действительно растет, несмотря на все экономические сложности, и быстрыми темпами растет потребление очень дорогой премиальной говядины. Но я вам дам такие цифры. Где-то в начале десятых годов, ну, скажем так, 10 лет назад, в России премиальный говядин, то есть говядина, то, что принято называть там раморное, дорогие отруба премиальные, на которые, кстати, в туши приходится всего лишь там 10%, а остальное все это достаточно, ну, обычная труба, скажем так, к которым привычны мы все. Это тоже вкусное мясо, но уже менее премиальное. Так вот, премиальные говядины мы потребляли примерно 3000 тонн. При общем объеме рынка более 2 миллионов тонн. Что там, 0,1%? Смешно. Сегодня премиальные говядины в год мы продаем уже, ну, под 40 тысяч тонн, наверное. Именно дорогой. То есть там, где килограмм в опте стоит от, там, полутора-двух тысяч рублей и выше. А так и 4, и 5, и 6. Это вы говорите про внутренний рынок, да? Про внутренний рынок. Про, ну, мы на экспорт поставляем, но не огромное количество. Так вот, то есть мы понимаем, что страна большая, и в ней, безусловно, есть состоятельные люди. И так как получилось, что мы обеспечили физическую доступность этого мяса. Раньше у них были деньги в кармане, а говядины такой не было. Теперь деньги есть, остались еще, да? Ну, и говядины появились. То есть рестораны открываются в том числе и в региональных центрах, в небольших относительно городах, стейкхаусы. Но везде, где развивается экономика, особенно раньше было много иностранцев, какие-то технологические, так сказать, сотрудники квалифицированные. Ну, они привыкли к этому мясу, они понимают, что это такое. Кто-то устал от шашлыков, хочет попробовать. Я даже знаю, что люди со средними доходами, не с низкими, они думают, ой, я все-таки раз в месяц себе позволю один такой стейк, прям вот как праздник. Это же нормально для нас, правда? Мы живем в том числе ради удовольствия, а не ради только накопления. Но, к большому сожалению, и это не в плане упрека, это просто так психология устроена. У нас же говядина является, согласно вот этому странному списку социально значимых товаров, первой необходимости, говядина, кроме бескостной, является социально значимым товаром. А что вас смущает в этом? Ну, не может дорогой продукт быть социально значимым. Тем более, в этом списке смешно. Говядина, кроме бескостного мяса. Да многие отрубаны кости гораздо дороже, чем бескостная говядина. Лопатка бескостная дешевле, чем, ну, скажем, я не знаю, там, толстой крайной кости. Понимаете? Ну, это нонсенс. Наверное, это дело привычки просто. Сложилась же определенная привычка потребления. Ну, слушайте, фарш дешевле, фарш без кости, он дешевле, но он не является социально значимым товаром. Это же глупость. Ну, просто глупость. Поэтому не нужно говядину называть социально значимым товаром. А так как он социально значимый, то за ним особый контроль по динамике цен. И очень была напряженная ситуация, когда, к большому сожалению, представители руководства нашего экономического блока очень нервничали, что говядина росла в цене. Как же так? Что мы людям скажем? Я им объясняю. Слушайте, главное, что мы даем белок в том или ином виде по доступной цене. Но если мы будем давить на цены говядины, то ей вообще никто не будет заниматься. Наша зависимость от импорта будет расти. А в результате на мировом рынке цены на говядину обязательно будут расти, потому что мало сегодня кто вкладывается. За последние пять лет производство говядины в мире не выросло. Невыгодно даже в мире. Есть отдельные страны. Но для говядины нужны именно те условия, которые есть в России. Это умеренный климат и много воды. И плюс кормовая база. Хочешь зерновой, хочешь травяной откорм, что хочешь. Много земли. Есть земля, как и чернозенье. Дешевая. Выгодно там делать пастбище культурное с многолетними травами. Все. Огромные абсолютно площади пустую. Их можно перенести в порядок и производить говядину. Даже если бы в России не было перспективы, предположим, через какое-то время роста. А он, может быть, все наладится и мы начнем зарабатывать и будем есть больше говядины. В мире говядины нужно будет больше. Очевидно. То есть мы могли бы, продавая говядину за рубеж, по сути продавать свой климат, свою территорию. Ну, в кавычках территорию. Нельзя России продавать. Ну, пастбище. Пользоваться преимуществами. Конечно, безусловно. Но, повторяю, здесь у нас поддержка государства под отраслью мясного скотоводства очень скудная. Вот такая политическая задача, что мы должны прежде всего добиться продовольственной независимости или достичь параметров доктрины продовольственной безопасности по молоку. И молочка получает в 10 раз больше поддержку, чем мясное скотоводство. Мы не против. Это тоже хорошо. Но это будет только молоко, потому что они, увеличивая надои, не нуждаются в увеличении искусственного наличия поголовья. Тем более, когда будет все больше и больше сексерное семя, а семенение такое целенаправленное, мы бычков не будем получать. А телочек они будут отправлять, так сказать, на ферму для молока. В этом проблема. Ну, там тоже есть решение, это долгий разговор. Поэтому, безусловно, у нас есть хозяйство, которое получает прибыль. Но я общаюсь со многими производителями, в том числе небольшими. Очень тяжелая финансовая ситуация. Ну, и, к сожалению большому, у нас здесь отличная позиция от позиции экономического блока и меселькоза, когда в этом году было разрешено завести там до 200 тысяч тонн, но завезли там около 100, может быть, тысяч тонн говядины из третьих стран. Чтобы сбить цены на российскую. Без упаковки таможенной позиции. Да, чтобы не дать ценам повышаться. Но это привело к тому, что, например, на оптовом рынке импортной говядины, они последние три месяца устойчиво падают. Но это же давит и на цены российских производителей. Росстат нам показывает средний рост цен. Я не могу спорить с Росстатом. У них широкий охват, у них есть своя методология. Но я вижу по нашим мониторингам, по нескольким мониторингам аналитических агентств, что оптовая цена на говядину падает. Когда падает цена на говядину, безусловно, через какое-то время будет падать цена на скот. Потому что угодные предприятия не смогут покупать по той цене, которая выгодна фермеру. Потому что разделав тушу и продав все, даже глазницы, даже рога и копыта, это все продается. Произведя все там, из шкуры собрав, вы не получаете того дохода минимального, который должен получить перерабочник. У нас была ситуация, когда скот стоил очень дорого во втором квартале этого года, а мясо было дешевое. И убойные предприятия некоторые сократили закупку скота, потому что они не хотели нести убытки. Тогда у вас есть скот, но он может какое-то время еще пастись. Понятно, что здесь попроще, чем свиноводство, где вы должны, как конвейер, сдавать и сдавать, сдавать и сдавать на бой. Вам некуда будет ставить этих поросят. Здесь вы можете какое-то время подержать на откорме, ну это тоже дорого. Или на пастбище, пока еще там есть трава и доступ к питанию. Но потом они перестают набирать вес и вы начинаете терять деньги. То есть цена и на скот начинает падать. Вот этот баланс, он был потерян в этом году. Сейчас снова идет обсуждение о том, чтобы продлить эту меру от беспощадного возраста на следующий год. Я крайне расстроен и скажу почему. Ну смотрите. У нас пошлина всего лишь 15% в привозе говядины из-за рубежа. Я бы хотел, прежде всего, подчеркнуть, что в других странах, которые заинтересованы в развитии своего именно производства говядины, пошлины составляют 40, 60 и до 200%. До 200%. И в том числе это касается стран небогатых. Таиланд страна вообще никак не богатая. Но пошлина на воз говядины в Таиланд 60%. У нас 15% – либеральная пошлина. Дальше. Помимо 15% пошлины, которая стала нулевой, у нас рубль был 75, а осталось 60 в течение этого года. То есть импортеры получили преимущество в привозе сюда в 40%. И если бы не логистические сложности в начале года, если бы не сложности с оплатами, которые возникли у импортеров в начале года, нас бы завалили говядину. Нас бы просто завалили. И я уж не знаю, чем бы и как закончил год тот, кто производит мясной скот. Поэтому, с одной стороны, получается, что мы дали 36 рублей, по моим подсчетам, дополнительного преимущества импорту, ну, через этот курс, не очень хороший для отечественных производителей, и льготную пошлину. А поддержка, которая на будущий год планируется, 600 миллионов рублей на компенсацию за карман, она 600 миллионов рублей. Это, я там считал, получилось что-то такое, не соврать мне, чтобы никого не обмануть и никого не обидеть. Там 36 рублей. Ну, в общем, короче, там меньше рубля на килограмм. Мы тоже считали. А здесь получилось, там меньше рубля на килограмм. Ну, какой-то дисбаланс все-таки в мире. Российская Федерация, когда присоединялась к ВТО, вела очень сложные многолетние переговоры, именно для того, чтобы защитить наше сельское хозяйство. Один из самых сложных аспектов – это был мясной рынок, потому что у нас есть и тарифные квоты, и пошлины. Били за то, чтобы в них квотная ставка была максимальной, за то, чтобы у России было право, и мы добились его, что если мы отменим количественные ограничения, чтобы мы могли поставить более высокую ставку. У России такое право есть. И наша ассоциация, Национальный союз производителей говядины, Союз молоко, мы предлагали еще в 2020 году, на 2021-2022 год установить максимально возможную по нашим договоренностям ВТО ставку. То есть мы отменяем количество ограничений. Мясо для говядины какая-то ставка? Сколько хотите, но ставка 27,5%. Но вы везите сколько хотите. Бразилия, Аргентина, Колумбия, там Буевалякин, но мы защищаем свой рынок ставкой такой. Но объем, когда он будет большой, будет сдерживать рост цен. Понятно, мы не можем прогнозировать, что будет с курсами и так далее, но, по крайней мере, мы понимаем, что нам сегодня кровь из носа нужно поддержать интерес к мясному скотоводству, потому что это единственный инструмент для того, чтобы компенсировать снижающееся поголовье молочного скота. Иначе мы увидим стагнацию мясного скоти, если даже не снижение. А я знаю, есть компании, которые все-таки, как вы правильно сказали, закрывают эту тему. Я вот сейчас про фермеров скажу интересные данные. И это очень будет грустно. Потому что, по моим прогнозам, снижение поголовья в ЛПХ будет ускоряться. А там по-прежнему 7 миллионов голов практически. Когда там погода цифра меняется, я вам говорю примерно среднюю, да? Это очень небезопасно. Понятно, что можно сказать, ну, у нас есть Белоруссия под боком, она нам говядину поставит. У нас ведь Казахстан неплохо развивается, тоже поставит. Замечательно. Но глупо не использовать свои ресурсы, возобновляемые, в отличие от нефти, угли и чего-то там еще. Особенно понимая, что в мире в ближайшие 8 лет нам нужно будет еще 5 миллионов тонн говядины взять, чтобы кормить население планеты. Экономики растут, Китай растет, Индия растет, Индонезия растет не в количестве людей, а в доходах. А там есть у кого-то конфессиональные ограничения. Кто-то просто говядину никогда не ел. Вы не представляете, сколько людей на планете вообще никогда не пробовали говядину. Я вам говорю это, зная точно. У них мечта попробовать настоящий кусок красного мяса. И когда их доходы растут, они будут расти. Это мясо потребуется. А производить, как мы с вами уже говорили, мало кто может. Напротив, не исключено, что под давлением политиков, экологических организаций, климатических алармистов, каких-то странах, где большое поголовье скота, оно будет сокращаться. Ну, смотрите. В Бразилии 200 миллионов голов крупного рогатого скота. В США 75 миллионов голов. Европа порядок такой же, там 75-80 миллионов голов крупного рогатого скота. В России 18. При нашей территории, ну ладно, я две трети, отреснул это там Тайга, Заполярье, все, две трети. Но огромная территория осталась. Мы же не хотим, чтобы люди оттуда все съехали в города. А мясное скотоводство, оно примечательно тем, что людям нравится этим заниматься. Реально, вот с животными заниматься. И еще важный фактор этой отрасли. Каждое новое рабочее место в мясном скотоводстве, это не мои данные, это данные австралийские, а уж они-то скотоводы от Бога, дает 6-7 новых рабочих мест в сельском хозяйстве и в других отраслях экономики. Вы понимаете, какой кумулятивный эффект. Потрясающе. Мы сделали, мы создали в России за 20 лет великолепную, современную и конкурентоспособную мясную область. Ну, прежде всего, мясо птицы и свинины. Моя личная мечта, вот этот вызов для всей моей жизни, чтобы мы не запороли мясное скотоводство. Потому что, когда мы начинали о нем думать, это еще была середина нулевых. И когда крупные проекты начали там конец нулевых, начало десяток, у меня душа пела. И я знаю людей, я знаю, как им трудно, я с ними общаюсь постоянно. Я езжу по этим фермам, под комнатным площадкам, когда там в весеннюю распутницу у скота проблемы, и скот болеет. Это все очень тяжело. К сожалению, когда люди сидят в Москве, но они этого не чувствуют. Они видят цифры, статистики. Вот цена пошла туда, сюда. Они не видят, что за этим колоссальный и тяжелейший труд. Поэтому, наверное, принимаются такие, для меня очень грустные решения. Я понимаю, и мне хочется, чтобы наши граждане, в том числе, потребляли больше говядины. Но это все-таки вопрос к экономическому блоку. Надо повышать доходы населения. Не отнимать деньги, как это было при Сталине у крестьян. Вы знаете, пять пленумов ЦК ВКПБ было в 1928-1929 год, где обсуждали, за счет чего финансировать индустриализацию. И было принято. Но тогда Сталин говорил, на короткое время решение, что мы будем забирать прибыль крестьян, то есть покупать за низкие цены у них продукцию мяса, там, зерно и так далее. И задорого, как он говорит, а я наизусть знаю все эти речи, продавать продукцию, текстиль, машины крестьянам, потому что нам надо строить заводы, гипрогрессы и так далее. Хорошее ли это дело, говорит Сталин? Как большевики, мы должны сказать, это дело плохое, и мы как можно быстрее должны от него отказаться, чтобы и крестьяне могли продавать свою продукцию по рыночной цене. Прошло сто лет. А мы снова у крестьян хотим забрать и отдать горожанам, причем всем подряд, включая тех, кто на майбах ездит, чтобы не было дешевая говядина. Это дело через адресную поддержку. Кому не хватает, мы тем деньги должны давать, но остальные граждане, включая меня, мы должны платить за труд на теле. Это очень тяжелый труд. Фантастические проходят процессы. Какое новое поколение пришло сельское хозяйство. Вы лучше меня знаете, на земле там работаете. Сейчас в Америке и в Израиле готовится книга к выходу ее, предварительное название «Российское аграрное чудо». Никто не верит, что за 20 лет Россия стала такой мощной державой с таким разным сельским хозяйством. Слезы на глаза наворачиваются от гордости. Но вот мясное скотоводство у нас, видите, в таком вот немножко загоне. И я искренне грущу. Поэтому не могу пока давать советы по фермерам. Наши фермеры молодцы. Сергей, да, как раз я хотела задать вопрос про фермеров. У нас на итоговом заседании в основном были крупные производители, но вообще на уши аудитории очень представляют собой фермеров. Много фермеров нас смотрят. Сегодня, в том числе, и вот на юге России, в Краснодарском крае, звучит призыв занимайтесь мясным скотоводством, молочным скотоводством, занимайтесь. Это важно для плодородия земли. И действительно, если посмотреть на статистику нашу, то отрасль свиноводства практически поделена между крупными комплексами. Птицеводство тоже крупные фабрики. Доля фермеров в этих двух отраслях невысокая. Напрашивается ответ, что скотоводство это как раз та тема, где фермер может себя проявить. Что вы скажете? Каково ваше мнение? Я не только с этим согласен, но я думаю, что именно этим путем и нужно идти. Птицеводство и свиноводство, ну так структура в России сложилась, потому что надо было все с нуля делать. И в принципе, процессы консолидации, укрепления предприятий, они везде идут. Вы думаете, в Испании вот только фермеры мелкие какие-то занимаются свиноводством, при том, что Испания одна из лидирующих стран по производству и по экспорту стала? Нет, у них тоже уже средняя ферма размером с российский индустриальный комплекс. Но, что касается крупного рогатого скота, то здесь ситуация иная. Да, понятно, у нас есть пример Мироторга, который через год, наверное, будет иметь уже миллион голов Аберзин-Ангусов, но это в целом исключение из мировой практики, и это вынужденная ситуация, когда кто-то должен был задать стандарты всех технологических процессов, стандарта производства. И, к сожалению, в большом, на момент, когда проект запускался, да и сейчас, трудно было найти фермеров, которые были бы готовы стать частью вот этой, вроде бы, кооперации, но и вертикальной интеграции. Вообще, доля фермеров в нашем производстве мяса крупного рогатого скота, я про мясное, невысока. Но за последние 10 лет поголовье в малых и средних фермерских хозяйствах выросло в два раза. А производство, благодаря тому, что растет и эффективность мяса мяса на убой, скота на убой, простите, на 145 процентов. Ни у кого нет таких результатов. Ни у сельхозпредприятий, ни по отрасли в целом. А вот фермеры показали вот такой прогресс. И, конечно, хотелось бы сохранить это. Но, повторяю, доля пока невысока. И проблем много. Во-первых, для того, чтобы запустить новый проект, нужны существенные деньги. Все-таки по подсчетам Национального Союза производителей говядины, я уж никого не хочу обидеть и пугать, но они вообще посчитали, что экономическая эффективность начинается в мясном КРС от 200 голов. Это речь идет о количестве бычков на откорме. Нет, это не на откорме. Подождите, вы сразу про откорм. Да, откорм у нас есть коровы с телем. Да. Вот. Откорм все-таки... Но мы это оставим для не черноземья. Откорм, это должно быть индустриальное производство. Вот, например, в той же самой Канаде на одной откормочной площадке падает только не надо со стула, находится 200 тысяч животных. Куда многочисленные фермеры привозят своих бычков? В возрасте примерно 12 месяцев. То есть промышленная часть не занимается стадией корово-теленок. Вот это должно быть у фермеров. Хорошо бы фермеры покупали коров у соответствующей генетики, разумеется, да, у крупных предприятий, и более того, Мираторг готов продавать и будет продавать и семей, и эмбрионов. Но это если мы про ангусов говорим, просто есть разные породы, мало кому что нравится. и у них очень высокое качество скота. И будет вынужден продавать и телочек. Почему? Потому что земли-то все-таки не бесконечное количество компаний, да и управлять этим сложно. А вот вовлечь фермера, чтобы с ним заключить такой контракт, что мы вам отдаем корову или корову осеменяем, помогаем осеменять, получаем гарантирую, бычка, сексированное семя, да, вы у себя на ваших пастбищах, мы поможем с вами и с семенами, возможно, да, с ветеринарией, с технологиями, мы вам подскажем все, чтобы вы, это же очень сложно, все думают, что это легко, там столько знаний нужно, это вот самая маленькая тележка, не даром Мираторг привозил фермеров четвертом поколении американских семьями, чтобы они наших учили, у людей знаний нету, все облегченно представляют себе, а там столько нюансов, и вот тогда, когда бычок достигает там 12 месяцев по труду, мы забираем у фермера этого бычка по хорошей цене, по цене, по которой он гарантированно получит прибыль, в чем проблема, опять никого не хочу обидеть, говорю, как есть наша жизнь, ну, мы в нашей стране живем, и я хочу смотреть честно на нее, не как в экране телевизора там или где-то, а честно, это так, люди уж очень необязательные, мы договорились, предположим, что я у тебя покупаю бычка, ну, там разные формулы есть, на гипотетике, по цене х за килограмм, а на рынке по той или иной причине цена х плюс 10%, ну, и многие люди начинают хитрить, ой, нет, бычка, не знаю, там продал кому-то за х плюс 10, а мне, кто ему все помогал делать, не продал, одним словом, я к чему, здесь нужна очень четкая и взаимоответственная кооперация, вот каждый отдельный фермер, он ничего не достигнет, ну, очень мало шансов, потому что, ну, для заводов, например, и для откормочных площадок нужна ритмичная поставка скота с определенными характеристиками, но согласитесь, что я буду брать, там, я не знаю, дохлого бычка, уж страшно, 150 килограмм там, да, на откорм, или там 200, я его за сколько времени откормлю до нормального веса, или там больные какие-то животные, то есть, самое главное, ну, одна из главных задач сегодня вообще в отрасли была бы, если в ней были деньги, это построение всей инфраструктуры, у нас нет скотных дворов, как бирж, где скот продается, аукционов нету, у нас нету даже, ну, в большом таком понимании информации по генетическим характеристикам скота, у нас же как, племенные хозяйства, а там вроде как весь скот племенной, да ерунда полная, там половина скота, там только на мясо и надо отдать, должны быть не хозяйства племенные, а племенные животные, но это кое-кому там невыгодно, видите ли, поэтому, если бы были соответствующие ассоциации по породам, и мы бы знали всю подноготную по каждому животному, фермер бы покупал именно то, что нужно, с понятными характеристиками, сейчас вот для этого и лаборатория, там лаборатория генетическая, просто самая современная есть там в Подмосковье, для того, чтобы собирать вот эти все данные по породам скота, но, повторю, важна кооперация, каждый сам за себя не получится, не получится, и почему я опять говорю об больших оттормочных площадках, не сто уголов там, ну, в нашем понятии уже тысяча, это большая площадка, нам надо, конечно, больше, они тогда являются интересными поставщиками для боин, а бойня мелкая тоже неэффективна, потому что расходы на разделку скота очень высокие, и много теряется, а продавать надо все, я всегда говорю так, продать надо все, что дала природа вместе с животом, включая воздух, которым оно дышало, а это может быть только современная бойня, ну, с определенными объемами, там эффективность выше, там не пропадает ни кишечное сырье, ни копыта, ни рога, я говорю, как есть, более того, такие фермы, такие предприятия, им легче аттестоваться на экспорт, а мы между тем, например, ноги говяжьи продаем в Африку, да не потому, что они там бедные, но просто они из этих ног реально делают свои национальные блюда, варят бульоны и так далее, кости продаем, извините меня, пример такой, Южная Корея покупает из Австралии замороженные пенисы, платит хорошие деньги, но если у вас два пениса, куда вы можете их продать, вы их выбрасываете, ну, ладно, собаки отдали, поэтому, вот, первый этап, это фермерские хозяйства, их надо много, но там вопросы опять-таки, что нужны огромные деньги для запуска, вот в моем понимании, чтобы начать это дело, надо чуть ли не 500 тысяч долларов иметь изначально, а потом колоссальные оборотные средства, потому что вам целый год нужно там, пока у бычка не продали своего там первого, если сразу получить с бычком, это все дело содержать и себя, и так далее, вот, поэтому гранты помогают, я должен сказать, что в 15-м году было совещание, тогда уже он президентом, был Путиным, я бы сказал, что нужно в разы увеличивать размер грантов на мясное скотоводство и на молочку, потому что, я не помню, по тем временам что-то полтора миллиона рублей было, да ничего невозможно сделать полутора миллиона рублей, поэтому гранты, вы знаете, увеличили, вот, есть сегодня лизинг, можно покупать через лизинг, не только там чистопородный, но и товарный скот, много чего делается, но вопрос у нас сегодня все-таки в том, что трудно строить некую инфраструктуру, цепочку производства, когда нет уверенности, что люди вообще этим будут заниматься по экономическим причинам. А что делать и кто это должен делать? То государство может сказать, мы даем гранты, например, на мясное животноводство, у нас в Ростовской области год или два уже дают средства, значит, по-моему, 70 рублей на килограмм веса животного, сданного на убой на говядину. Сейчас вот эти 600 миллионов, хорошо, это маленькая сумма, но, допустим, увеличить ее, это поможет или как вообще? Кто может отрасль поднять? Первое, если у вас не до конца эффективная таможенотарифная политика, которая защищает внутреннего производителя, а, кстати, одним из первых, кто стал этим заниматься, был Петр Первый, который ввел жесткие тарифы на то, что в России могло производиться, были жесткие тарифы. Это, простите, было 300 с лишним лет назад. Так вот, сначала должна быть соответствующая, долгосрочная и не меняющаяся постоянно под давлением конъюнктуры таможенно-тарифная политика, защищающая интересы нашего и сельского хозяйства в целом, но и вот этой конкретной сложной отрасли, если мы верим ее перспективу. Надо терпеть. У нас же хотят успех завтра уже все получить, да? Да не бывает в Мясновской товарстве завтра. Мы планируем на 10-20 лет вперед все это делать. Потому что, если у вас нет того, что дарить на политике эффективной, сколько же вы грантов можете давать, бюджет у вас кончится в Ростовской области. Это раз. Второе, надо смотреть и внимательно обсуждать. А вот, почему вы уверены, что 70 килограмм на 70 рублей на килограмм это эффективная мера поддержки? А я вам так скажу. Вот человек плохо откармливает скот, там экономит на кормах. 70 рублей все равно же дадут нормально. Но издает скот с низким весом, с низкими характеристиками. А деньги получил. Мы, например, смотрим так, что у каждой породы есть свой генетический потенциал. И нужно стимулировать людей к тому, чтобы они достигали, ну, скажем так, оптимального веса сдаваемого скота, тогда мы с одной головы мяса будем больше получать. Вопрос не в том, чтобы много голов забить. Мы можем сейчас забить всех голов и вот столько говядины будет в России. На следующий год придется просто застрелиться. То есть, наверное, стимулировать покупку именно племенного скота мясного направления. Эффективность. Эффективность нужно стимулировать. То есть, ну, например, берем там калминскую породу. Понятно, она там не будет 700 килограмм. Но сказали, что если калминскую у вас не меньше, чем, ну, я так никого опять не буду пугать, скажу, не меньше, чем 500. Достиг 500. Это вес. Я думала, вы будете по привесам говорить в день. Нет, сколько надо иметь. Нет, по привесам в день там опять, там очень же сильно, понимаете, корма, погода, жарко будет, они там не едят ничего, и привес у вас будет не такой. У вас там трава не выросла, привес будет. Ну, все-таки это более сложная с природой связанная. Не привес. Все должны стремиться, но вы сами будете стремиться к привесам, если у вас получение этой суммы какой-то, поддержки, будет зависеть от достижения результата. Не за факт сдачи, а за факт результата. Потому что кто-то скажет, о, отличная тема, есть теперь возможность быстро в город смотаться. Забил все свое поголовье. Получил по 70 рублей еще плюс к тому, что продал. И больше не занимаешься этим, поехал, уже в городе живешь. Нет, нам нужно, чтобы постоянно вот эта тяга была. Достигаю, там, для ангусов поставить 570 килограммов, не меньше. Чтобы не малонервный сход сдавали, да, легковесный, а чтобы больше мяса получали. Там будет соотношение костей и мяса лучше. Все характеристики там отдельно, которые будут лучше. Потому что чем выше характеристики, тем вы дороже можете продать. Потом само мясо. Вырезка вот такая или вот такая. Разница в цене будет же, разумеется. Поэтому каждую нерву поддержки нужно проверять, например, реально ли она даст эффект. Или это просто такой социальный характер носит. Ну, лишь бы люди не бросили. Мы им даем, они там чем-то занимаются. Но это не развитие. Это не стимулирование. Вот. Ну и конечно, повторяю, люди должны знать, что если государство этим занимается, то оно завтра не бросит это. То есть в этом году дали, на следующий дали, а потом вдруг сказали, все, больше не даем. Нет, ребята, вы должны взять на себя обязательства, что мы хотим эту отрасль, поэтому на 10 лет гарантированно предусмотрено, вот бюджет будет секвестироваться, а на это мы дадим. Вот. Ну или второе, как я уже сказал, не трогнуло, сейчас, кстати, какого-то регулирования цен через административные решения его нет, как вы знаете, да? Другое дело, через таможенную тарифную политику оно происходит. Но я должен сказать и напомнить тем, кто, может быть, не работал в то время в отрасли, поднять свиноводство и птицеводство нам удалось только за счет того, что государство понял. Это вот огромное спасибо Алексею Васильевичу Гордееву, который был тогда министром, потом вице-премьером, губернатором Воронежского, сегодня он зампред Госдумы. Он сказал, если мы покажем рентабельность долгосрочную, то и люди пойдут, и банки деньги дадут. Ведь вопрос-то в том, что люди могут захотеть, а банки скажут, ребят, у вас бизнес-план-то не бьется, ничего вы не можете заработать, вы кредит мне не отдадите. Так вот, тогда и была впервые применена такая таможенно-тарифная политика, которая обеспечила высокие доходы в свиноводстве. Да, там были разные годы, иногда снижалось, но если вы берете восьмилетний льготный кредит, я не знаю, все ли задумываются над этим, на свиноводство, ну, там полтора года строите, там полгода, пока вы получаете первый товар, за который денежку вам получили, вам нужно среднюю рентабельность на протяжении всего срока иметь, чтобы обслуживать проценты по кредиту и возвращать тело кредита вовремя, не менее 25%, а вы думаете, ой, как много зарабатывать, 20%, да это все уходит на возврат кредита, вот, поэтому здесь, я думаю, пока люди не уверены, тем более, сегодня есть много альтернативных возможностей чем-то заниматься, да, будет сложно, надо, чтобы люди видели, что там есть заработок больше, чем банковский депозит, понятно, что есть фанатичные любящие землю, животных и так далее, они там сами голодок будут и будут заниматься скотом, но все-таки строить на этом отрасли вряд ли получится. Ну да, со свиноводством интересно, да, вроде бы национальный союз свиноводов предупреждает, что все, рынок перенасыщен, переизбыток свинины, еще комплексы будут водиться, и вот у нас есть знакомые аграрии, которые говорят, там мы тут сейчас завод построим небольшой, который будет, значит, масло давить, у нас будет шрот, еще и свиней заведем. Я говорю, а вас не пугает такой переизбыток мяса? Нет, не пугает, все будет хорошо. Давайте, я, можно, вы скажите своим коллегам, чтобы они еще раз внимательно подумали. Вопрос в том, что будет, шрот не будет. Уже сейчас у нас рынок перенасыщен, и цены падают просто катастрофически. Если бы не дешевое зерно, сейчас бы мы кровавыми слезами здесь умывались. К сожалению. И да, и крупные лидеры тоже хотят снова строить. Они думают, ну, есть кого замещать, есть не менее эффективные, поэтому на рынке очень многим придется уйти. Если Китай не откроется, а я пока не вижу для этого перспектив, хотя этим президент занимался неоднократно, обсуждал это с лидерами Китайской народной республики, Китай для нас пока закрыт. К сожалению. Поэтому у нас небольшие перспективы на рачь в местах. Вот как раз вы затронули тему дешевого зерна. Действительно, свиноводам, птицеводам сильно помогло это. Что с производителями говядины? Насколько дешевое зерно стимулирует развитие этой отрасли? Или это несущественный вход в кладку? Потому что зерно у вас в этом году дешевое, а завтра будет дорогое, а говядиной вы сегодня начинаете заниматься, купили нетелей, а мясо получили через 4 года, ну, через 3. А все эти 3 года вам надо, так сказать, как-то кормиться. Не стоит рассматривать только с точки зрения сегодняшней цены. Во-первых, я уже говорил вот на первый раз, когда выступал на ваше мероприятие, такие низкие цены на зерновые не вселяют оптимизм в плане будущих урожаев. Мы знаем, как сложно сейчас, дорого, сложно купить даже количество техники, я даже не говорю качество. Нас очень это беспокоит. А уж с учетом того, что и особо рентабельности в ряде регионов вообще нет никакой, что будет с агротехнологиями, с удобрениями. Поэтому не надо радоваться этим низким ценам. У меня есть одна из любимых моих поговорок, которые я чиновникам говорю. Самый быстрый путь к высоким ценам это низкие цены. Которые порождают дефицит, да? Совершенно верно. Раззорение, сворачивание и дефицит. И дальше у вас низкий и высокий цен. Поэтому, конечно же, сегодня нужно предпринять и принять политические решения в том числе, обновить эту пошлину, если не хотят от нее отказываться. Ну, какой смысл сначала собрать деньги в кассу бюджета, а потом что-то там отдельно выдавать? Может быть, все-таки еще раз над этим подумать. Я знаю, что это обсуждается очень активно медсельхозом, депутатами, правительством. Но много факторов, конечно. Много факторов. Но, разумеется, я так скажу, у нас многие производители свиней, и птицы являются крупными растеневодами. Но они не рады ситуации, что они зерно там тоже должны продавать по низкой цене. Ведь поймите, если у вас зерно высокого качества, что с свиньем что-то будете выскармливать, конечно, вы отдаете на рынок или на экспорт, но вы продаете его по низкой цене. А так бы вы могли хорошее зерно по хорошей цене продать, у вас были бы деньги, потом купить фуражку по несколько более низкой, но приемлемой для вас цене. Ведь все-таки есть рынок, и если на рынке цена выше, зачем вам скармливать свиньем-то своим, купите у кого-нибудь ночью. Одним словом, в КРС точно нельзя искать из того, что у нас дешевое сейчас, сейчас дешевое, а что будет завтра? Может быть, завтра на рынке такая цена будет на шрот, или внешний рынок будет такой дорогой, что вам лучше забыть все и продать на внешний рынок вообще. Поэтому не знаю, я бы так не рассматривал. И еще раз говорю, я надеюсь, что ситуация растеневодствия с ценами улучшится. Опять, вопрос, как? У нас очень будут большие запасы, но мы же не можем ратовать за то, что сократят сильно посевные, еще что-нибудь не урожай, и ура, цены вырастут. Нет, конечно, должна быть какая-то большая стабильность, но сегодняшняя ситуация всех очень беспокоит. Я повторяю, и Минселькоз очень беспокоит, и обсуждается, что цена низкая. Даже где-то свиноводов, птицеводов обвиняют в том, что они специально по низкой цене покупают. Я уже не знаю, что такое специально, когда есть рынок такой. Сергей Евгеньевич, мои вопросы, в принципе, закончились. Если вы хотите что-то еще добавить, может быть, какая-то тема важная, которую мы не осветили? Ну, я могу, наверное, уже не столько к сельскому хозяйству, как к его значению в целом сегодня для страны. мы понимаем, что во всем мире и в России процесс урбанизации происходит. Тем более, что, к моему сожалению, меня могут многие осудить, но, к моему сожалению, продлеваются разные программы льготной ипотеки для покупки жилья в городах. И это все стимулирует отток кадров, вообще населения и кадров, в том числе села, города. Понятно, что в региональных центрах, не говоря там о Москве, жить гораздо проще, чем на селе, занимаясь таким сложным трудом. Поэтому мне кажется, что развитие сельского хозяйства, такого современного, как оно сегодня уже выглядит, а я знаю, какие фермеры там в Сибири, ездил у них там выступать, но мощные мужики, прям душа не на радость. Какая молодежь пришла, фантастическая, абсолютно. с новой жаждой знаний и так далее. Вот эти люди могут изменить вообще лицо деревни. Вот это представление, что покосившаяся там хата какая-то, грязища, там свинья грязная, вот это все может измениться, если люди на селе будут зарабатывать. У нас в стране, и я это говорил нашему президенту в 19-м году, и Дмитрий Анатольевич был рядом, я не похвалиться, а в смысле вот как оно есть, что у нас в стране, ну на тот момент, на 39% ниже доходы селян, чем в среднем по экономике. Это что, люди второго сорта? То есть, мы хотим дешевую еду за счет их качества жизни, но они должны покупать по нормальным ценам, на 39% ниже холодильники, микроволновки, носки, может быть, какие-то даже медицинские услуги. Поэтому надо сделать все в стране для того, чтобы разница между доходами граждан в экономике, особенно в промышленности, и сельском хозяйстве снижалась, вот эта разница снижалась, подтягивать, но это можно сделать только если они будут богатеть. У нас очень, вот я это чувствую в разговорах иногда с хорошими самыми людьми, великолепное количество потрясающих чиновников, которые много хотят сделать, но они по-прежнему не понимают, ну как-то так, на селе будут столько же как в городе богато жить. Да пусть они богато живут, и они будут развивать тогда село, будут создавать инфраструктуру и культурную среду, и там вам надо создавать не только дома построить, я сказал, сегодня 21 век, крыша над головой это не главное, что нужно человеку, можно поехать там в Подмосковье и снимать квартиру там, нужно и, ну вот, программы средиких территорий, на что? И образование, чтобы детям там дать, хорошее, и безопасность должна быть, чтобы полиция во время что-то приехала, и досуг, безусловно, то есть вся инфраструктура села должна приближаться, понятно, что нигде в мире она не бывает так, как в деревне, как в Нью-Йорке или в Лондоне, не надо это, но, по крайней мере, чтобы люди там хорошо зарабатывали, и более того, когда они будут зарабатывать, они будут тратить не только на еду, возникнет тяга новая, альтернативной занятости на селе, кому-то нужны будут услуги, кому-то ремонт какой-то сделать, кому-то компьютер починить, а это снова рабочие места, снова доходы, и самое у меня такое аполитичное заявление это по отношению к моему любимому и родному городу Москве, я москвич, уже наша семья в Москве более ста лет проживает, то есть, можно сказать, коренной москвич, Москва очень богатый город с огромным бюджетом, он такой колоссальный, что у меня перед домом по пять раз в день чистят асфальт, при том, что я знаю, как живут другие маленькие города и деревни, вот если Москва хотя бы 20% своего бюджета отдала в общую нашу государственную копилку, для того, чтобы помочь поднять уровень в том числе на селе и в малых городах, я бы прям был сильно счастлив и не пострадал бы, как москвич, но пусть несколько пяти раз, четыре раза у меня вылизывают этот асфальт перед домом, вот так очень интересно хотел сказать. Понятно. Сергей Евгеньевич, спасибо вам большое за то, что вы с нами вот так вот, получается, два раза уже пообщались на одну и ту же тему. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok